Мастера спорта, постоянные победители первенств округа и региональных соревнований. Гимнасты спортивной школы «Заря» заслуженно входят в число сильнейших в Сибири. В «Заре» два отделения – спортивная гимнастика и художественная. Первые с момента открытия комплекса занимаются только в специализированном зале. Вторые проводят тренировки и соревнования еще и в соседнем – игровом. Инвентарь в художественной гимнастике играет важную роль. Подкидывание обручей, мечей, булав требует высокого потолка. Родители гимнасток сообщили, что их детей ограничивают возможности пользоваться залом, подходящим для тренировок. Наши дети должны в 17 часов освобождать спортивный комплекс, потому что после этого на коммерческой основе спортивный комплекс «Заря» сдает спортивный зал. Он еще называется игровой зал. По решению Думы города от 2010 года бесплатно в залах «Зари» занимаются гимнасты и футболисты. Юные спортсмены почти всегда завершают тренировки к шести. По сути, не хватает одного часа. И все это вылилось в более серьезную проблему. Тренеры решили оставить работу. Они не смогли работать, то есть полноценно. Дети не смогли тренироваться полноценно. И они в связи с этим написали все три тренера. Они написали заявление. Мы, конечно же, обращение написали к мэру города. Коллективное обращение или здравый смысл, но почти все специалисты остались на своих местах. Новый директор спортивной школы Галина Ворошилова сообщила, что вопрос удалось решить. Составлено расписание по согласованию с тренерами художественной гимнастики. Добавлен час по их просьбе для работы по программе художественной гимнастики. Согласованы с ними. Поэтому мы продолжаем работать в штатном режиме. В том же самом спортивном помещении. Ведь оно крайне востребовано в Бийске. Это едва ли не единственный спортивный зал такого размера. Тренировки и соревнования по всевозможным видам спорта здесь расписаны поминутно. В руководстве спортивного комплекса пояснили необходимость коммерческой аренды. Вообще аренда этого зала стоит 1570 рублей за час. В основном это вечернее время мы сдаем в аренду различным организациям, спортивным, общественным федерациям и так далее, всем желающим. Вот и эти деньги идут, конечно, на оплату коммунальных расходов, на ремонтные работы того же спортивного зала и вообще на содержание спортивного комплекса «Заря» и его подразделений. По факту юные гимнастки стали заложницами ситуации. Тренироваться в другом месте они не могут. Но и состояние спортивного комплекса важно поддерживать на уровне. Ведь сюда на соревнования приезжают спортсмены со всей России. Соответственно, финансовый вопрос также стоит остро.